Теперь еще об одной новости, о которой уже упомянул в своем включении мой коллега Станислав Кухарчук. Кабмин действительно выделил 100 миллионов гривен для восстановления нормальной жизни на пострадавших территориях. Об этом сегодня сказал Владимир Гройсман, проводивший в Калиновке заседание штаба по ликвидации последствий пожара. А вот хватит ли этих средств и какую еще помощь местным жителям может и должна оказать центральная власть? Обсудим это с Владимиром Гройсманом, премьер-министром Украины. Сейчас он на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Владимир Борисович. Спасибо, что нашли время. Скажите, ваш прогноз, вот этих 100 миллионов хватит или нет? И есть уже более-менее точные оценки ущерба? Доброго вечера. Я тут перебував саме в ту ночь, буквально через 2 годы после того, как раздались первые выбухи. И, фактически, все службы, войсковые, ДСНС, полиция, нацгвардия были мобилизованы для того, чтобы максимально швидко локализовать выбухи. И это удалось сделать, фактически уже на следующий день. З ранку уже произошло уменьшение количества выбухов. Сегодня я прилетел вместе с ДСНС в Винницкую область. И был особо, облетал с пилотами этой территории Асенала. Я могу сказать, что поодинокие выбухи еще были, но они уже не становятся ни одной загрозой. Все заходы, которые нужно сделать для того, чтобы локализовать и полностью снищить все возможные загрозы, они сегодня вживаются. Больше того, я сегодня провел и штаб, и могу вам реально сказать реальную ситуацию. Сегодня я был и в Павлевске, та, которая больше пострадала населенный пункт. В Павлевске, на самом деле, есть руйнованные дыхи, есть несколько домов, которые полностью уничтожены. Также уничтожена школа, ФАП и другие населенные пункты, они меньше постраждали, но там есть тоже вопросы. Сегодня организована вся необходимая работа для того, чтобы обеспечить и шифер, и профиль, и векна, и все, что необходимо. Сначала это социальные объекты, и также сегодня работают бригады по строительству. Действительно, есть жители, которые не хотели ожидать, и, возможно, даже самостоятельно сегодня начали восстановить в кого-то один-два листки шифера, которые могут это сделать. Но мы точно сейчас, местная влада, сельские районы, они формуют перелик тих вопросов, которые потребуют решения. То есть, я хочу сказать наступное, людей никто не оставит сам на сам с этой проблемой. То есть, все, что было руйновано, мы отбудуем. Руйнували дом, побудуем новый. Если нужно побудовать новый дах, будет побудованный новый дах. Мне тяжело сейчас дать ответ, сколько денег нам нужно направить на эти цели. Сегодня мы выделили попереднее 100 миллионов, но очень важно, чтобы на местах чиновники выкористали их очень рационально, под контролем громад, местных депутатов, что тоже очень важно. Кроме того, работают подраздели, которые обеспечивают очищение территории от вибуха небезопасных материалов. То есть, мова идет о том, что сегодня больше 100 саперов, плюс почти 50 от 50 из техники. То есть, работа проводится. Будут только подсилювать сейчас необходимую количество людей, если это будет нужно. И все то, что касается сегодня, все то, что касается сегодня и других работ, они тоже будут выкладываться максимально вчасно. То есть, это завдание, которое будет выполнено. Я хочу запевнити, что все украинские граждане, которые постраждали, получают помощь. И дякую всем украинцам за то, что дали возможность и помогли сегодня ближним. Я просто пишусь с людьми, которые ехали сами в первые часы, надавали поддержку и транспорту, и езжу, и всем, чем необходимо. Поэтому наш обязанность – это помочь людям, и мы это сделаем. Ну, о помощи волонтеров мы уже рассказывали. Действительно, огромное им спасибо. Если мы разобрались с вами с деньгами, давайте теперь поговорим о времени. Вот вы говорите, что вы облетели всю эту территорию. То есть, вы видели эту картину. Вот по вашему ощущению, сколько времени займет возвращение пострадавших территорий к нормальной жизни? Это речь идет о месяцах или годах. Люди уже повертаются до своих осель, и уже отбывается восстановление. Насправді, мы хочемо расширить территорию пошуку до 30 тысяч гектаров. Это для того, чтобы, знаете, уже полностью понимать, что вся территория нигде никаких загроз не имеет. Хотя на таком отстане мы понимаем, что их нет, но все же таки мы еще раз все перепроверим. Вся территория, которая сегодня подпала под 5-километровую зону, она сегодня практически вся очищена. И люди потрапляют до смесь своего проживания. Водновлюется школа, фапы и ремонтуются домики. Я поставил завдание областной владею максимально быстро сделать все необходимые работы по восстановлению. Конечно, там, где нужно будет строить домик, это занимает несколько месяцев. Нужно исследовать фундаменты этих строений, возможно, создавать новые фундаменты. Но нужно потурбоваться про людей, которые даже временно должны жить, возможно, в других помещениях. Я имею в виду, в других квартирах, або у кого есть родители, если нет, нужно обеспечить временно житло. То есть, эта работа проводится сегодня и будет наведен абсолютно порядок. Я еще раз хочу подякувать всем украинцам. Господин премьер, еще один вопрос, очень непростой. Скажу сразу, вот по вашему личному ощущению, извините, что стало причиной этой ситуации в Калиновке? И когда вы сами ожидаете от следствия конкретных результатов? Я считаю, что эти вибухи и пожежа были не случайно, но это мои предупреждения. Я тоже, как и все украинцы, хочу знать конкретно, что произошло и кто в этом вынужден. Я надеюсь, что это будет абсолютно строгано в стихии терминов. Это вопрос правоохранной системы. Я не могу давать тут оценок. Я думаю, что следствия органи просто мают абсолютно чутко дать все публичное расследование и привести до ответственности всех тех, кто так или иначе причинен к этой ситуации. А поддякувати я наголошу на том, что хотел бы тем, кто каждого, вот только это все произошло, поверьте, было очень много героичных людей, которые шли и гасили пожежи и делали певні другие специальные действия, которые позволили локализовать максимально стихий термин и пожежу, и прекратить вибухи. Таких людей мы тоже должны отметить. Они есть среди войсковых, они есть среди ДСНС, они есть среди национальной полиции и волонтеров, просто обычных людей. Таким людям треба сказать и дякувать. Спасибо и вам за то, что в таком напряженном графике нашли время пообщаться с нашими зрителями. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы.